Ну вот, чуваки, снова я. Я сегодня был немножко занят, зашел домой, залез в интернет, да, от мне там уже сообщение пишут, что под Казани разбился самолет, 44 погибших, да. Ну помните, я не так давно предсказывал, что самолет упадет через два дня. И мне, кстати, тоже написали сразу в комментах, что самолет уже разбился где-то там, в Латинской Америке, по-моему. Ну там разбился маленький, я не имел в виду, что такой маленький разобьется. Когда я говорю, что разобьется самолет, да, когда я предвижу, что самолет разобьется, я всегда имею в виду такие большие боинги разбиваться будут. Маленькие я не считаю. То есть в то время, когда я предсказал, что разобьется самолет, да, в течение двух дней, там вообще что-то там нападало до хрена самолетов. Но все они были маленькие. А сегодня, насколько мне известно, упал самолет где-то там под Казани, да, 44 погибших. Но я, конечно, неправильный день назвал. И извините, конечно, понимаете, но вы тоже принимаете во внимание то, что все-таки предугадать, что упадет большой самолет, да, и будет 44 человека жертвы, как бы с точностью до двух дней, это тоже тяжело. Ну, опоздал немножко. Сколько там, на недельку я опоздал, да. Но, кстати, вот это падение было очень интересное. Я провел такую параллель. Почему разбился этот самолет на неделю позже, чем я предсказал, и почему он разбился именно под Казани. Вот, я провел параллель, да. Я человек, который обращает внимание на детали. Боже, о чем я вообще сейчас говорю? Там жертвы, потери, да. А я сижу и рассуждаю об этом. Это называется кощунство, между прочим. Но, тем не менее, я должен сделать этот обзор, да, меня попросили сделать этот обзор. Выстоит свое мнение. Так вот, почему самолет разбился под Казанью? Почему? Почему это случилось именно под Казанью? Почему именно в этом месте? Вот, помните, я делал обзор на подарок? Так, мне прислали мед в подарок. Так вот, вот этот мед мне прислали из Казани. Да-да, не удивляйтесь, я жалко, коробку я выбросил. Вот. А вы Артуру напишите в личку и спросите, где он живет. Он живет в Казани. То есть, мед прислали мне из Казани. И вы представляете? Вот я провел просто параллель, да? И понял теперь, почему самолет разбился на неделю позже. Потому что бы, если бы самолет разбился, тогда, когда я предсказывал, что он разобьется, то я бы просто мед из Казани этот наверняка бы не получил. Он бы до меня не дошел. Поэтому, видно, как-то во вселенной мои мысли, они пересеклись как-то, да? Мед дошел, а потом уже самолет разбился. Понимаете? Так как бы, ну как бы вам объяснить, как бы вселенной правлю я, да? Мед я хотел больше, чем самолет, чтобы разбился. Поэтому сначала пришел мед, а потом разбился самолет, так как я вот как бы предвидел. Да? То есть, как бы, ну вы опять, наверное, скажете, что это случайность, да? Ну уже случайности столько было, что когда уже много случайностей, да, то это уже закономерность. Вы просто должны смириться с мыслью, что я говно, великий блогер, самый лучший грузчик, миллионер и великий, да-да, не удивляйтесь, великий прорицатель. Вот. Такой вот вам коротенький сегодня обзорчик на падение самолета. Вот. А я надумал, что он не падает, этот самолет? Не падает и не падает. Оказывается, просто мед, просто мед. Я больше хотел, чем падение самолета. Поэтому как-то вот так вот оно все вот разложилось по кирпичикам, да, по кубикам и получилось как бы... И мне хорошо я получил свой мед. И самолет вроде шлепнулся, да? Опять кощунствую. Ну ладно, у меня же не канал добра и позитива. У меня канал говна! Всё, давайте. Чё-о-о-о-о-о!